Не все мои ожидания оправдались, но в целом здесь квартиры явно не из самых дешевых. Я не так много видел автомобилей Мазда. Прародителем Мазда была строительная компания Абемаки. Мне непонятно, зачем в 2019 году DVD-пейзажи вокруг, откровенно говоря, так себе. Более высокотехнологичного процесса я вообще никогда не видел. Параллельно с этим снизу работают люди, которые тоже что-то делают, но вот уже по салону. Модель выпускалась относительно недолго. Компания, у которой в собственности есть целый мост. Первая машина, на которой я учился ездить, была ВАЗ-2101 Жигули Копейка. Первая машина, которую я купил себе сам и на которой езжу, Мазда 323F BG. Очень уж мне всегда хотелось машину с необычным дизайном и открывающимися фарами. Моя Мазда родом из Японии, а именно из Хиросимы, поэтому я не смог себе отказать в удовольствии посетить завод Мазда, на который, кстати, можно попасть совершенно бесплатно. Нужно только заранее зарегистрироваться на их сайте на экскурсию. На момент выхода видео музей временно закрыт, но его сейчас можно посетить виртуально. Город уже окончательно проснулся. Машину людей на улицах стало гораздо больше. Конечно, по сравнению с Токио, Хиросима совсем пустая, но все относительно. По пути мне встречается множество флагштоков. То ли рядом находится какое-то госучреждение, то ли флаги развиваются просто так, в качестве символа патриотизма японцев. Мне пока непонятно. Виды вокруг очень живописные. Наверное, круто, когда окна из твоей квартиры выходят на реку, а не на парковку. В Японии с этим достаточно сложно, ввиду отсутствия свободного места. Но здесь квартиры явно не из самых дешевых. Добраться до пункта назначения удобнее всего на поезде. От центральной станции Хиросима едем до станции Мукаинада. Как всегда, обращаю внимание на пояснительные плакаты, которые в Японии зачастую представляют нарисованные сказочные персонажи. Мило же, правда? Ехать недолго, минут 10-15 максимум. По приезду на станцию Мукаинада чувствуется атмосфера индастриала. Пейзажи вокруг, откровенно говоря, так себе. То ли это последствия Хагибиса, то ли это типичный рабочий район выглядит так всегда, неясно. Пару минут пешком, и я на месте. Экскурсия начинается возле главного офиса Мазда, который выглядит так. Я приехал в музей Мазда. Значит, экскурсии здесь бесплатные, но обязательно надо регистрироваться на их сайте. И желательно это делать заранее, потому что я это сделал месяца за два, и, в принципе, мест уже было не так много. В холле вас приветливо встретят девушки. Дают вот такую, как сказать, вот штучку. Дают билет. И, что самое интересное, даже в Хиросиме я не так много видел автомобилей Мазда. Их чуть больше, чем где-либо еще в Японии, но тем не менее. Я даже этот вопрос, наверное, специально задам на экскурсии. Теперь жду автобуса и едем на сам завод. А еще тут можно посидеть в свежих моделях Мазда. Например, новая шестерка. Единственное, что непривычно, руль не с той стороны. Я даже сел в салон новой шестерки. Мне непонятно, зачем в 2019 году. DVD. Ребята, камон. Какое DVD? Ну, серьезно. То есть я... Мне она очень нравится внешне, но DVD это очень странно. Кстати, если уж совсем придираться, то правильно произносить. Мацуда. Прародителем Мазда была строительная компания Абимаки, которую в 1920 году приобрел Дюди Ромацуда. Предприятие занималось производством изделий из пробкового дерева. И после покупки Мацудой его переименовали в Toyo Korg Kogyo Limited. Фирма пыталась развиваться в различных направлениях. А в 1920-х годах даже было выпущено несколько пробных партий мотоциклов. Однако они не пользовались особой популярностью. И Toyo Korg Kogyo Limited налазил производство станков. Однако в 1930 году один из мотоциклов компании победил в гонках. После чего интерес к мотопродукции предприятия возрос. В это же время Toyo Kogyo, из названия которого убрали слово Korg, запускает производство трехколесных грузовичков. А в 1931 году компания получает название Mazda. До Второй мировой войны Mazda успевает разработать несколько концептов легковых автомобилей. Однако в серийное производство они так и не попадают. После атомного взрыва в Хиросиме завод был частично разрушен. Однако это не помешало ему продолжить функционировать. И уже в 1950 году Mazda выпускает трехколесные грузовики с большим объемом двигателя, пожарные машины и обычные грузовики. В 1960 году компания начинает выпуск легковых автомобилей. Первой моделью становится Mazda R360 Coupé. В этот период завод концентрируется на производстве легковушек. И Mazda становится знаменитой в том числе благодаря появлению в 1963 году своего первого роторного двигателя. Музей Mazda находится на территории завода, куда мы направляемся на автобусе. По дороге категорически запретили снимать. Скажу одно, территория завода просто огромная. После заезда внутрь ты попадаешь как будто в другой город. С трассами, зданиями и ангарами. Интересный факт. Оказывается, Mazda – компания, у которой в собственности есть целый мост. Имя которого – Toyohashi Bridge. Мост был открыт в 1965 году. И с тех пор он соединяет штаб-квартиру Mazda с нынешней территорией завода. Также мост используется для транспортировки готовых автомобилей, собранных на заводе. Или для доставки запчастей в цеха. Toyohashi Bridge очень любят сотрудники завода, потому что он находится в живописном месте и является самым длинным мостом, которым владеет японская компания. Мы ехали минут 10 и почему-то нельзя было снимать из автобуса, но это просто как отдельный город, огромнейший. И приехали вот сейчас в музей, будем какой-то фильм смотреть, но дальше покажу, что тут будет интересного. По дороге экскурсовод вкратце рассказывает гостям об истории завода. Нас пригласили в зал, где показали фильм об истории Mazda. Он состоит из кадров старой кинохроники и комментариев диктора. После просмотра фильма мы поднялись на второй этаж, где находится основная экспозиция. Тут-то и началось самое интересное. В первом зале расположены модели, которые были выпущены в те или иные годы. Например, здесь мы видим трициклы из серии Mazda Go, которые начали выпускаться еще в 1931 году. Проанализировав потребности японского рынка в конце 1920-х годов, руководство компании, тогда еще Тоя Когио, пришло к выводу, что трицикл – идеальное транспортное средство в условиях Японии. Ответственность за продажу тогда взяла на себя дилерская сеть компании Mitsubishi. Однако за первый год было продано всего 66 трициклов. Посмотрев на этот провал, Дюдиру Мацуда принял решение о создании собственной дилерской сети. И уже в 1932 году трициклы Мазда экспортировались в Индию и Китай. Завершилось производство трициклов серии Mazda Go, вошедших в историю как самых тяжелых и самых успешных трициклов за все время, лишь в 1957 году. В другой части зала располагаются легковые автомобили. А вот и первая легковушка Мазда R360 Coupé, выпущенная в 1960 году, с которой, собственно, началась история Мазда как производителя легковых автомобилей. Сейчас это звучит смешно, но машина развивала мощность целых 16 лошадиных сил, была оснащена механикой или автоматом, а мотор располагался сзади. Ну, прям как у Запорожца. Максимальная скорость – 84 км в час. Модель выпускалась относительно недолго – с 1960 по 1966 годы, но была удобной и недорогой, поэтому пользовалась спросом у потребителей. А вот еще интересный экземпляр – трехколесный грузовичок Mazda T2000, который выпускался с 1958 по 1974 год. А на этой машине я бы ездил и сегодня. Она просто шикарна, вы только посмотрите. Mazda Cosmo Sport 110S. Первый автомобиль Mazda с роторно-поршневым двигателем, сошедший с конвейеров в 1967 году. Утверждалось, что благодаря размерам, весу и стоимости роторного двигателя автомобиль являлся чуть ли не самым быстрым в мире. Следующее поколение – Mazda Cosmo AP. Выпускалась с 1975 года. В мире автомобиль был известен как Mazda RX-5 и также имел под капотом роторный движок. Лично мне всегда нравились красные купе, поэтому тут можно и сфоткаться. А вот еще смотрите, какие красотки. Mazda Roadster, которая была одновременно Mazda Miata и Mazda MX-5 1989 года. И зеленая купешка Mazda RX-7, также Mazda Savannah. Вот интересно, а какую бы из них выбрали бы вы? Напишите об этом в комментариях. А вот классика – Mazda Carroll 600, миллионный экземпляр которой был выпущен в 1963 году и находится в музее сегодня. С этого ракурса автомобиль чем-то напоминает машину мистера Бина. Кстати, за все время существования логотипа Mazda на авто он несколько раз менялся. Например, в музее я впервые увидел вот такой. Многие модели здесь представлены в миниатюре. К сожалению, моей 323FBG я не увидел ни вживую, ни в качестве модельки. Mazda RX-7 третьего поколения, 1992 года выпуска. Машина крутейшая, с твинтурбодвижком, 265 лошадиных сил. Следующий зал музея посвящен истории двигателей Mazda. Я уже не первый раз слышу о том, что Mazda очень гордится своими роторными двигателями. Ну, это же движок, который стоит в RX-8. Почему-то от диванных экспертов я всегда слышу о том, что он фиговый, мало пробега. Но здесь говорят, что это отличный двигатель. И вот даже сзади приведены примеры и показывали на схеме, как он работает. Mazda очень гордится своими роторными двигателями. Экскурсовод рассказывал о них большую часть времени, которое мы находились в данном зале. Ну, конечно же, всех характеристик я не запомнил. В этом же зале нам показали горничный болид Mazda 787B, который первый, ну и вроде как до сих пор единственный, выгол гонку на выносливость 24 часа Лимана в 1991 году. Следующий зал посвящен разработке новых моделей. Тут рассказывают про полный цикл, начиная от разработки концепта и заканчивая испытаниями готового автомобиля. Напоследок посетителям завода оставили самую вкусную часть экскурсии – конвейер. К сожалению, снимать в цеху было строго-настрого запрещено. Я никогда до этого не видел более высокотехнологичного производства. Конечно, кое-что до сих пор делается вручную, и то не без помощи роботов, которые делают 80% работы. Даже обычные тележки, с которых рабочие брали какие-то запчасти и инструменты, подъезжали и уезжали в необходимый момент сами. Все налажено с точностью до секунды. До сих пор у меня перед глазами стоит следующая картина. Кузов подъезжает к определенному месту на конвейере. Робот проклеивает контур места, куда будет установлено лобовое стекло. Другой робот вклеивает стекло. Третий робот поднимает кузов и переносит его в следующую часть конвейера. Параллельно с этим снизу работают люди, которые тоже что-то делают, но уже по салону. Подъезжает тележка, чувак берет с нее какие-то вещи, тележка уезжает дальше. Через минуту к машине подходит другой чувак, к нему подъезжает уже совсем другая тележка. В это время чуть дальше происходит установка колес, ну и так далее. Машина проходит полностью по конвейеру, внимание, за 15 часов. Вы только вдумайтесь, в течение 15 часов собирается целый автомобиль. Прошли сейчас по конвейеру более высокотехнологичного процесса. Я вообще никогда не видел. Все делается роботами. Ну, люди, конечно, тоже что-то делают. Доходит до того, что тележки с какими-то запчастями подъезжают к людям, которые, ну, что-то делают вручную. Остальное все делают роботы. Просто фантастика, вообще нет слов. Я реально никогда такого не видел. После выпуска с конвейера автомобили не поступают сразу к продажу. Проходит еще много времени, прежде чем они пройдут все испытания на безопасности качества. Ну, а происходит весь этот процесс также тут, в пределах завода, на специальных полигонах и площадках. Хранятся автомобили здесь же на парковках или крытых паркингах. И, кстати, я узнал по поводу того, почему в Японии Mazda не так много. Экскурсовод сказал, что заводы Mitsubishi, Honda и так далее, они гораздо больше по размеру. Поэтому визуально кажется, как будто Mazda меньше, чем вот этих остальных моделей. Заводы-конкуренты гораздо больше, чем Mazda. И я, честно говоря, даже не представляю, насколько огромны могут быть конкуренты, если Mazda для меня выглядит просто как целый отдельный город. К сожалению, я не нашел в музее мою Mazda 323F в кузове BG. Но показал фотографию экскурсовода, она очень сильно обрадовалась, благодарила, что я являюсь владельцем, держу ее в хорошем состоянии. И сказала, что, скорее всего, где-то в Японии такие ездят еще, нужно просто поискать. После этого мы направились к выходу. Нам подарили памятные сувениры и пожелали хорошего дня. В общем, вот так вот прошла экскурсия на завод Mazda. Кстати говоря, на самой стоянке для работников практически одни машины Mazda стоят. И экскурсовод сказал, что сотрудники имеют от 10 до 15% скидку на собственную же продукцию. Что касается модельки моей машины, к сожалению, ее здесь тоже не оказалось. Но когда все видели фотографию, которую я показывал, все очень сильно радовались. И в магазине даже менеджер пошел специально, узнал, что то ли в следующем году, то ли в каком-то году, в общем, к столетию планируется модельку эту выпустить. И я, правда, не понял, у них очень плохой английский. То ли в реальном размере, то ли игрушечную. Но, тем не менее, я буду этот вопрос отслеживать. Так что очень понравилась экскурсия. Не все мои ожидания оправдались, но в целом посмотреть было достаточно интересно. Так что, кто будет в Хиросиме, крайне рекомендую сюда зайти. Но еще раз напомню, что записываться нужно, ну, хотя бы за месяц минимум. На сегодня все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Ставьте большие пальцы вверх, ну, или вниз, если вам что-то не понравилось. Обязательно оставляйте комментарии и следите за выпуском новых видео, которые будут очень и очень скоро. Всем спасибо и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok